Права человека. Почему право всех являют тотально против нас? Потому что мы не занимаемся борьбой за права человека. А нужно развить борьбу за права человека, которая будет по-другому, кстати, посмотрите. Которая будет почетовать другие стороны. И вот это совершенно необходимо, чтобы правозащитниками были наши. Они отстанут противника. Ну а как они могут поддерживать, не знаю. Право на определение пола. Ну секунду, правозащитники не обязаны поддерживать всякое право человека. Но они не обязаны право человека. Именно из-за того, что мы этим не занимаемся, правозащитное движение уходит в эту сторону. Есть полно всего другого, чем можно заниматься. Например, защита индивидуума от государственной системы. Что является гораздо более широким возможностью. И мало ли всего другого. То есть заниматься правозащитной деятельностью, это не значит заниматься всяким ее аспектом, который точно не правильным. То есть даже это состояние евреевского государства не означает согласиться с нерегиозным сионизмом в тем аспектах, который был неправильным. И то есть надо было сказать, нерегиозный сионизм неправильный. Он хочет заменить и нерегиозное понимание, и национальное. Как же можно в этом участвовать? Что в этом участвовать нужно вытащить правильную исклю. Поэтому в правах человека это и реально и элементарно вытащить правильную исклю права человека, чтобы бороться за те аспекты права тех, за которые левые не борются. Потому что реально левые борются за свободу человека от реагиции. А нужно бороться за права человека, за свободу человека под, например, социализм и госаппарат. Вот вам, пожалуйста, тривиальное совершенно переосновление профессиональности. Ну и миллионы всего другого. Дальше, ну это понятно. Но если левый борется за свободу человека от этой аудиции, то можно бороться за свободу человека от разрушения этой аудиции. Вот левый. Ну да. Да, да. В этом смысле, просто мы этим не занимаемся и получается плохо. Субтитры создавал DimaTorzok